У очень шумного исполнителя из Нью-Йорка, известного всем как Текаши с X9, не раз возникали проблемы с законом, и один из самых громких моментов произошел с ним в торговом центре из-за видеосъемки, которую проводил 16-летний фанат Текаши, записывая его на камеру, во время того, как он общался со своим знакомым, известным как Аглигат. В 69-му не понравилось, что за ним идет видеонаблюдение, и реально разозлившись, напал на парня с предъявами, или же сначала попросил его удалить видеоматериалы, чтобы они не распространились по сети. Скорее, это было именно так, но точно инфы нет, а значит, я не берусь утверждать. И еще много событий происходило с 69-м, и даже такие моменты, как якобы принятие его в банды Бладдс или Крипс, выяснение отношений с Чиф Кифом и потасовки в Л.А. не подорвали его, а наоборот принесли ему еще больше хайпа. Однако за свои проделки ему пришлось занести немало кэша, чтобы в итоге быть на свободе, и радовать фанатов новыми работами. Но ведь это явно еще не конец Джон Кеннеди, он же 69, а далее я буду его называть Даниэль, еще хорошенько прогремит в новостных порталах. И ведь совсем недавно рэпер был арестован федералами после возвращения из европейского тура, как раз за нападение на 16-летнего подростка, совершенное в январе этого года. И если бы Даниэль не был бы таким шумным, он не был бы собой, ведь даже свой образ он собрал, опираясь на ярких героев комиксов, на их внешность, а возможно и поведение. И наверное эти персонажи стали огромным контрастом на фоне мрачной атмосферы Пруклина, и произвели на 69 огромное впечатление в детстве. Ведь среда, в которой он рос, была настолько мрачной, что живя в ней трезво осознавая происходящее, можно точно сойти с ума. Так и жизнь Даниэля оказалась полна потрясений, а именно уже в юном возрасте он потерял своего отца, который служил ему примером и ориентиром жизни. И являлся для него настоящим героем, который готов помогать людям даже в ущерб себе. Текаши действительно мечтал выбрать его жизненный путь, но внезапная смерть дорогого человека напрочь поменяла подростка, очень жестко исказив его представление о жизни. Даниэль не мог смириться с потерей близкого человека и был убежден, что в убийстве отца виновата общество. И как раз в то время Текаши пополнил ряды группировки Scam Gang, найдя в ней себя. И от лица этой банды он выпускал треки и клипы, которые набирали довольно-таки много просмотров и приносили Текаши еще больше популярности. Но до вступления в Scam Gang, чтобы выжить и прокормить себя, он начал работать, двигаясь законными путями. Но в конце концов его деятельность свелась к хаслу драгами, и вскоре он был на этом пойман. И после освобождения Сэкс Найн пообещал себе добывать кэш только легальными способами, чего он и смог добиться, став известным всем как Текаши Сэкс Найн. Этот псевдоним взят не просто так, и действительно имеет под собой почву. Ведь первую часть никнейма Даниэль взял из имени своего японского друга по имени Текаши, с которым проворачивал незаконные дела. И после присвоения себе имени Текаши, он плюсанул к нему число 69. И таким образом вывел себе новый псевдоним, который звучал уже намного круче, чем его первый Well Done. А69 для Текаши это уже целый культ, или даже жизненная позиция. А лучше это понять можно, конечно же, из уст самого Текаши. Так что слушаем. Сэкс Найн это больше как символ. Говорящий, что это я, это мои братки, Дру, Вильям Ашер, мы были разорены. Мы вложили все наши деньги в наши мечты. Понимаешь? Мы вложили весь свой финансовый статус, как инвестиции в самих себя. Понимаешь? Пытаясь быть теми, кем мы хотим быть. Мы были разорены. Все в мире отказывалось от нас. Телки, интервью, все на свете. И мы такие, йоу, ну ты знаешь, как мы говорим в таких ситуациях, йоу, еще час, еще два. Короче, мы очень долго ждали. Наша жизнь была как очередной час пробуждения. Типа наша жизнь была огромным периодом часов пробуждения, чувак. И мы всегда видели светлые стороны жизни. Мы никогда не отчаивались. Ну, короче, типа, это было не за деньги, не за какие-то там заебык. Мы по жизни эгоисты. Нас прикалывает то, что мы и делаем. Ну, короче, каждый видит так, как он хочет. У каждого своя правда. Короче, все мы люди, и все мы одинаковые. Просто у кого-то жизнь хуже, у кого-то лучше. Это и С-6-9. В любом обществе всегда есть некое усреднение поведения людей, их внешности и прочего. И такие, как тыкаши, нещадно ломают данные шаблоны, вызывая очень острое жжение у правильных людей. У них происходит лютое недомогание и огромное желание вылить кучу дерьма на человека, который не входит в их стандарты. Масса хейтит всех фриков и манекен их кумир. Эта фраза лучше всего описывает некоторых хуманоидов. Но они никак не помешали С-9 выдавать огромное количество треков, на многие из которых уже есть куча клипов. А наиболее мощными выдались такие работы, как Гамо, Кут, Тати и Яху. Наверное, я неправильно произнес последнюю, но я вынесу ее вот сюда. И это еще далеко не конец. Но если вам не нравится его стиль, образ, а также подача, то и ни одна из его работ, скорее всего, не зайдет, поскольку они почти все выполнены в одинаковом стиле. В них полно агрессии, злости и очень мощной энергетики. Но большинство его треков на слух довольно сильно похожи поначалу, и их сложно отличать друг от друга. Однако путь, который прошел Текаши, действительно интересен, и по нему реально можно снять неплохой фильм. Или же что-то вроде Атланта 3 сезон. И если вы хотите еще больше узнать о Текаши, то советую вам посетить ссылки в описании. Там авторы разных статей рассказывают еще больше интересного материала, а я свою часть инфы о данном исполнителе рассказал. И для поддержки данного видео можете подписаться и поставить лайк, и оставить комментарий, предложив, например, свои идеи. А я на этом с вами прощаюсь. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok